Аудиокнига Джованни Бокаччо де Камерон День шестой, повесть пятая, читает Мария Соловьева Мессер Фореза Дарабата и живописец Джотто возвращаются из Муджелла. У обоих прижалкий вид, и по этому поводу они изощряют друг на другом свое остроумие. Когда Нейфила умолкла, и дамы выразили свое восхищение тем, как ловко извернулся к Кибио, Панфила по воле королевы начал так. «Милейшие дамы, подобно как фортуна под покровом низменных занятий таит иногда дивные сокровища сердечных достоинств, о чем нам только что поведала Пампинея, также точно природа в безобразнейшем человеческом теле скрывает иной раз какой-нибудь чудный дар. Это мы можем видеть на примере двух наших сограждан. О них-то я и собираюсь вкратце вам рассказать. Один из них, Мессер Фореза Дарабата, был коротышко-урод с приплюснутым лицом, курносой, так что самому неказистому из семьи Барончи было бы противно на него смотреть. А вместе с тем он так знал законы, что сведущие люди прозвали его кладезем премудрости юридической. Другой по фамилии Джотто. Благодаря несравненному своему дару, все, что только природа, садительница и мать всего сущего, не производит на свет под вечно вращающимся небосводом, изображал карандашом, пером или же кистью до того похоже, что казалось, будто это не изображение, а сам предмет. По каковой причине многое из того, что было им написано, вводило в заблуждение людей. Обман зрения был так силен, что они принимали изображенное им за сущее. Он возродил искусство, которое на протяжении столетий затаптывали по своему неразумению те, что старались не столько угодить вкусу знатоков, сколько увеселить взор невежд, и за это по праву может быть назван красой и гордостью Флоренции. И тем большее подобает ему слава, что держал он себя в высшей степени скромно. Он был первым мастером, однако упорно от этого звания отказывался. Оно же тем ярче сверкало на его челе, чем больше его домогались и с чем большей жадностью присваивали его себе менее искусные, чем он живописцы, или же его ученики. Словом, художник он был великий, а вот фигура его и лицо были ничуть не лучше, чем у мессера Фореза. Но обратимся к нашему рассказу. И у мессера Фореза, и у Джотта были в Муджелло имения. В тот летний месяц, когда суды бывают закрыты, мессер Фореза собрался осмотреть свои владения. А когда ехал верхом на наемной ключонке обратно, то нагнал Джотта, также осмотревшего свои владения и возвращавшегося во Флоренцию. Кляча и сбруи у Джотта были такие же убогие, как и у мессера Фореза. И вот два старика неспеша поехали вместе. Как это часто бывает летом, вдруг полил дождь. И спутники постарались как можно скорее укрыться у одного сельчанина, общего их знакомого и друга. Видно было, что дождь зарядил надолго, а мессеру Фореза и Джотта хотелось добраться до Флоренции засветло, и они попросили хозяина дать им на время плащи и шляпы. Хозяин дал им два старых плаща, какие носят в романье, две дырявые шляпы за неимением лучших, и они поехали дальше. Вымокшие до нитки, забрызганные и все время летевшие из-под конских копыт грязью, которая отнюдь не украшала путников, они долго ехали молча. Однако ж, в конце концов, разговорились, тем более, что и на небе стало светлее. Мессер Фореза со вниманием слушал Джотта, ибо тот был говорун изрядный, а сам все посматривал на него, то сбоку, то спереди, то сзади, словом оглядел его с головы до ног. На себя-то он не смотрел. А у Джотта был такой жалкий и несчастный вид, что мессер Фореза невольно расхохотался. «А что Джотта?» — сказал он. «Вдруг бы нам сейчас повстречался человек, который никогда тебя прежде не видел. Как ты думаешь, поверил бы он, что ты лучший живописец в мире?» Джотта ему на это ответил так. «Я думаю, мессер, что поверил бы. В том случае, если бы, взглянув на вас, поверил бы, что вы умеете читать по складам». Тут мессер Фореза сознал свою оплошность и понял, что долг платежом красен». «Отвый полагет» «До!..» «Отвый полагет» «Салфетка»